Чем отличается научный подход от журналистского? Хорошая журналистика ставит проблему и зачерпывает из научной методики многие элементы и поэтому смыкается с наукой. Наука пытается исчерпать вопрос, который может быть поднят впервые в журналистском духе. А дурная журналистика – это просто поток слов, попытка воздействовать не на рассудок, а на чувства и больше ничего, кроме чувств, не вызывает. То есть не позволяет читателю приобретать знания. Хорошая журналистика, добротная и как раз поднимающая многие вопросы, содержится в книгах Юрия Воробьевского, которую я хочу порекомендовать. И в частности вот эту книгу поближе покажу, чтобы можно было прочитать название. Недавно я эту книгу прочел. Здесь не случайно иллюстрация, которая соответствует названию. Люди с черными нимбами. Есть Христос и Антихрист. И разница в том, что у них вроде бы и внешность сходная, но черный нимб позволяет отличить бога от демона. И вот этому посвящена книжка в нескольких разных аспектах с различными отступлениями начинается она с культа Иуды. Как ни странно, такой культ существовал или элементами он возникает. И возникает желание так интерпретировать священное писание. Будь то бы Иуда исполнил то, что ему предназначалось. И что он также является верным апостолом, просто ему досталась самая трудная участь. И вот такой культ возникает. Возникает оправдание Иуды. Он уже становится как бы не персонажем, который сидит в глубине ада на коленях у Люцифера, а прямо-таки ближним апостолом Христа, который даже его затмевает. И некоторые такие умники начинают говорить о том, что вот настоящий-то Мессия, вот именно он, потому что он пострадал же еще больше, чем Христос. Такие умничения возникают, и они не такие уж безобидны. Это не просто блуждание ума. Это заводит человека к тому, что он начинает оправдывать все мерзости этого мира. Как будто они тоже замыслены для того, чтобы воспитывать добро, и как добро и зло ставятся на одну доску. И такой мирозренческий подход, конечно, убивает человека. Аналогом всего этого, и в этой книжке это очень основательно описано, является, например, политический культ Мазепы, который возник далеко не вот сейчас, когда Украина преобразилась в тоталитарное неонацистское государство. Гораздо раньше, гораздо раньше еще при большевиках, оправдание предательства является идеологической основой для большевизма, который сам весь является предательством и Бога, и царя, и Отечества, и всего, что вообще есть в человеческой культуре от верности, от верности своему слову, от верности своим друзьям, своим соратникам и так далее. Предательство как норма. И поэтому Мазепа становился в каких-то сочинениях, или в каких-то убеждениях, в каких-то высказываниях становился героем, который противостоит вот этому давлению государства Петра, давлению России, вот такие борцы за свободу. И теперь этих борцов понабрали, вот всякий мусор из истории понабрали, и это превратилось в культ украинства, то есть отречение от всего русского. Об этом также в этой книге подробно написано. Какие тут еще есть, тут поднято множество тем, именно в связи вот с предательством. С предательством. Есть достаточно подробная информация и описание, жизнеописание генерала Власова, которого тоже пытаются представить как борцом с большевизмом, что вот он каким-то образом, каким-то боком примыкает к белой миграции, которая тоже пыталась использовать интервенцию гитлеровской Германии против СССР как освобождение. Хотя ожидать от Гитлера и его ближайшего окружения именно такой задачи, решения такой задачи было невозможно, но достаточно было просто послушать, что Гитлер говорит, чтобы не обманываться. И вот генерал Власов будто бы специально перешел на сторону противника для того, чтобы добиваться победы над большевиками и возрождения традиционной России. Это все, конечно, риторика, слова. На самом деле, самое настоящее предательство самого типичного сталинского генерала. Есть еще одна такая аберрация, что на самом деле вот все предатели, это агентура, это вот агенты Сталина, там в окружении, буквально в окружении Гитлера там агенты Сталина появлялись, и Власов тоже. Он специально так действовал. И даже палач Украины Эрих Кох, это тоже, это завербованный большевиками, он специально действовал с принципа чем хуже, тем лучше. Ну и поэтому его и после войны и не казнили, потому что он был агентом. И этот был агентом, его, правда, почему-то повесили. Ну, видимо, чтобы в этом концы скрыть. Есть и определенная избыточность в том, что читаешь в этой книге Юрия Воробьевского не только вот сам акт предательства и все, что с ним связано, но и биографические подробности до предательства или после предательства в течение службы гитлеровскому режиму в общем-то достаточно для характеристики одного действия, одного предательства. Но когда начинаем разбираться, то оказывается, что вся судьба подобного рода большевистских выкормышей, она и состоит из того, что предательство не просто возможно, оно как закон возникает и обязательно будет. И только если вот не представилось возможности, только тогда вроде бы остается человек равным себе или верным себе. На самом деле он не верен никому, в том числе и себе. Еще одна важная тема, поднятая в этой книге, это измена священства, православного священства. Это разнообразные унии с католиками, с Папой Римским. И это касается не только зарубежного священства, священства иных православных юрисдикций, но и священства московской патриархии. Здесь даются конкретные примеры и показывается, как отступничество в общем-то подрывает церковь. Я бы сказал даже больше. Я бы сказал, что отступничество уже обрушило не просто авторитет священства, а священство как явление. Оно перестало существовать в том виде, в котором оно составляло церковь. И хотя церковный народ еще существует, и вера в Бога существует, но страна и тем более озадаченная своим служением священства уже не живет под православным канонам. И православный догмат – это просто риторика. Ну, православные должны не только говорить по-православному, но должны жить по-православному. А этого нет. Я бы этим дополнил, обобщил, хотя, может быть, со мной Юрий Воробьевский не согласится, и еще есть за что зацепиться. У меня такое ощущение, что мы сползаем по скользкому склону в пропасть, из которой уже возврата нет. И это как раз то самое наказание, которое уже после многих прощений от Бога приходит, потому что Господь отвернулся и больше не желает спасать Россию. А, собственно, и не за что. И не за что. Если кто-то считает, что Россия вечно просто потому, что потому, без всяких, как Путин говорит, вот потому, что потому, то это глубокая ошибка. Есть еще здесь несколько сюжетов важных, которые я не буду описывать. Упомяну только то, что мне запало достаточно серьезно и с чем я полностью согласен, хотя эту мысль до конца никогда не продумывал, что любое тайное общество есть измена. Как бы, какие бы позитивные задачи тайное общество не ставило, это измена всегда. И поэтому измена КГБ при обрушении СССР, и поэтому измена ФСБ в нынешней ситуации это дело естественное. То есть без этого не может обойтись. всякое вот это спец, находящееся в закрытой зоне деятельности, находящееся над законом или вне закона, всякое тайное общество, которое пытается там, скажем, внедриться в разные структуры и преследовать какие-то свои собственные цели, всегда связано с изменой. По моему опыту, если вот есть такая установка, давайте мы своих, ну скажем, русское движение, мы своих людей начнем внедрять. Мы там поучаствуем в выборах, в выборах навалимся, одного человека проведем, он начнет тащить всех, как некоторые и обещали. Этого не происходит. Когда такая установка делается, то есть не на общее движение, а на выдвижение какого-то одного или обман и внедрение в какие-то структуры, измена просто неизбежна. Человек переходит в другую сферу деятельности своей жизни и отрекается от всего того, что было до сих пор. То есть стоит только просто перейти черту, даже если сказать, что эта черта такая мнимая, на самом деле я продолжаю оставаться с вами, теми, кто остался до этой черты. Все происходит по-другому, за этой чертой другая жизнь, и эта жизнь поглощает, и измена просто неизбежна. То же касается и всех спецслужб. Как бы ни говорили о том, что без этого никак нельзя, ну разведка разведкой, но когда разведки смыкаются вместе, когда спецслужбы начинают действовать заодно, когда они становятся над государственными структурами, это уже факт измены. А то, что, например, ФСБ упустило Украину, вообще ничего не сделали для того, чтобы Украину сблизить с Российской Федерацией и подготовить к воссоединению, это однозначная измена. Она была и она остается. Переплетение спецслужб с иудейскими сектами. Я тоже совершенно уверен, что это так оно и есть. То есть измена вере царю и Отечеству. Как бы на все времена эта формула. Вере царю и Отечеству. Ну царю как бы, царя нет, царь возможен, но значит измена самой идеи царства, измена Отечеству уж какое оно и не есть, вот ему тоже измена. Вот какое не есть, Отечеству власть изменил. Мазепа тоже изменил. Целовал крест, перед Богом он тоже предатель. И вот это предательство пропитывает все существование нашего народа сегодня. Этого было очень много в 20 веке, в 21 веке. Я не знаю, а что есть еще, кроме предательства. Есть хоть что-нибудь, кроме предательства. Есть. Есть интеллектуальное осознание этого предательства. Вот Юрий Воробьевский, его книга. Люди с черными нимбами рекомендуют эту книгу, как и другие книги Юрия Воробьевского. Также я хотел бы сделать объявление, которое им самим опубликовано. Состоится презентация новой книги Юрия Воробьевского. «Русская метла. Русь, вырусь, нерусь». Вот такое оригинальное название. Презентация состоится в доме Телешова 5 декабря в 19.00. Вход свободный. Адрес это Покровский бульвар. Нетрудно найти по поисковику. Дом Телешова, Покровский бульвар. Я посмотрел пешком от метро Китай-город в Москве 10 минут ходьбы. Несложно, я думаю, что всякий может туда прийти. Я тоже собираюсь туда приехать и послушать о новой книге. Тем более, что я вот только что прочел книгу Юрия Воробьевского «Люди с черными нимбами». И рекомендую, прежде всего, эту книгу, которую я прочел. Ну, и знакомиться также с другими книгами. Слава Руси, Господи, спаси!